Приветствуем всех на канале Studio Sound. С вами Михаил, ведущего мы не поменяли. Всех с прошедшими новогодними праздниками и мы решили запилить новый видосик, но немного нестандартный. Не обзор автомобиля, не обзор бухера, усилителя. У нас сегодня будет анпак. Мы получили новую акустику от компании DD. И сейчас вместе с вами хотелось бы ее открыть и посмотреть, как все это выглядит. Скажу сразу, что обзор будет предвзятый. Я ярый сторонник компании DD и компонентов DD. Поэтому все будет немножко приукрашено. Дальше как уже пойдет. Поехали. Первым делом начнем с состава акустики. У нас идет в комплекте два мидбасовых динамика 165 миллиметров, сеточки соответственно. Ну стандартные сетки, они в принципе до до сих пор были такие. Два высокочастотных динамика 28 миллиметров в диаметре и два кроссовера в комплекте. Начнем обзирать с мидбуфера. 165 миллиметров. Стандартный типоразмер. По многим автомобилям. Опять же, корзина. Вот DD. Видите? DD. Это штампованная корзина. Причем с антирезонансным покрытием и мало того... Ой, штампованная. Пизделся. Литая корзина. Конечно же, литая корзина с антирезонансным покрытием. Поскольку бюджет акустики переваливает за 10000. Точная цена это 12900 рублей на сайте компании DD. Соответственно, здесь уже идет, ну, так скажем, серьезная подготовка, серьезная сборка. Ферритовый магнит. Защитное резиновое такое колечко. Пшитые подводящие. У нас идет зажимные клеммы. Да, кстати, сейчас очень многие используют зажимные клеммы. Удобно в плане подключения. У провода никаких клемм. Обжимать ничего не надо. Паять ничего не надо. Воткнул. И довольно надежный контакт, так скажем. Что нового по сравнению с предыдущей версией данной акустики? У нас идут новые шайбы. Как заявляет производитель, шайбы более мягкие. Вшитые подводящие, которые теперь уже не создают призвуков, когда динамика уходит на слишком большой уход, так скажем. Напомню, что производителем заявлено от 50 Гц. Это довольно низкоиграющий мигбас. Самое интересное, это алюминиевый диффузор. Связано это с тем, что 99 процентов людей, которые слушают звук, они слушают их цифровых носителей. А композиты при использовании в акустике передают. Цифровой звук намного лучше, чем бумага. И, соответственно, потом снимешь, насколько он мягкий. Очень-очень мягкий пылезащитный колпачок. Опять же, сделан для того, чтобы выровнять АЧХ. Мы ослушали, заранее скажу, что акустику мы ослушали. И действительно, действительно, акустика поражает, ну, своим звуком. За эти деньги она звучит очень-очень классно. Далее, ну, вентиляция, да, стандартная. То есть, этим сейчас никого не удивишь. Логично, что в такой акустике будет вентиляция хорошая, продуманная. Мало того, здесь еще и потом опять же снимешь. По диаметру тоже есть прорези такие. Далее, далее. Самое интересное – это пещалочка. Пещалочка у нас шелковая, купольная шелковая пещалочка из тончайшего шелка, как написано на сайте производителя. В комплекте идет с зажимным кольцом, с обжимным для удобства эксплуатации. Пещалочка выполнена в металлическом корпусе, об алюминиевом, если быть точным. В алюминиевом корпусе, 28 миллиметров диаметр, ни один пещалочка, ни один сфера магнитной жидкости. И перейдем к следующему элементу системы – это, конечно же, кроссоверы, которые тут у нас в комплекте. Опять же, как заявляет производитель, лучше подключать через кроссовер и, допустим, через двухканальный усилитель, но мощностью ватт на 150, нежели по каналку и меньшей мощности. Не знаю, с чем это связано, но я почему-то компании тогда доверяю, их советам тоже доверяю. Соответственно, нужно сделать, ну, наверное, лучше так. По кроссоверам. Вот в руки берешь, потом снимешь поближе. Это сразу видно, что это не какая-то китайская приблуда, которая в большинстве компонентной акустики, даже бюджетом свыше 10 тысяч. Это видно, что это ручная работа. Это действительно качественно, увесисто. Более того, скажу, что я, да прости, у меня компания DD разобрал кроссовер, посмотрел, да, как сделана плата и как это все паяно. Это не роботизированная пайка, это ручная работа. Вот чем раньше славилась компания DD – это ручная работа. Вот кроссовер сделан вручную, выпаяно все. Соответственно, здесь, ну, качество намного выше. И компоненты здесь применяются, ну, зная компанию DD, зная то, как они подходят к своей работе, да, это действительно хороший компонент. Самое, опять же, что примечательное, даже в дорогих системах у нас идут зажимные клеммы, ну, точнее, болтовые клеммы. В данной версии у нас зажимные клеммы. Опять же, это удобство установки. Не нужно ничего паять, не нужно никаких клемм. Вы взяли провод, зачистили, обжали и все готово. Надежно обжимаются. они довольно надежно. Мы проверяли, то есть, представляешь, они держатся крепко. Выполнена, значит, на текстолите, насколько я понял, сама основа поставочка и такие шурупы у нас здесь, чтобы крепить. В принципе, на этом все. Что касается звучания. Мы их ослушали, опять же, не так давно, буквально, там, буду вставить в видео небольшую нарезку, да, как играет акустика. Что понравилось, это ровная АЧХ, это приятный звук, это действительно такой, ну, приближенный к натуральному звуку. Нету горбов ни посередине, ни по мидам. Единственное, что это резкая пищалочка. Мид играет мягко, а пищалка играет немного резко. Но, возможно, возможно, опять же, да, я забыл рассказать, что есть джампер, который переключает ноль и плюс три децибела. Две регулировки всего. Не три, как, ну, во многих, да, так скажем, конкурентов. Два положения есть по высоким частотам. Ноль плюс три децибела. Возможно, стоило бы, конечно, переключить, но мы слушали так, как вот было. На этом, я думаю, все. Данная акустика у нас есть в наличии. Приезжайте, можете послушать. Напомню, наш адрес Судальская, 70, это торговый центр Автомолл, недалеко от Карпасского моста. Подписывайтесь на нас в инстаграме, ставьте лайки. Надеюсь, были полезны. Всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok